Приветствую вас, Инна. Даже по вашему сообщению чувствуется, что не особо-то вы готовы и хотите работать прямо сейчас. Не особо вам это нужно, не особо вы замотивированы. Плюс ко всему нет у вас, как мне видится, каких-то таких прям вот особых целей, особенных целей и ценностей, которые бы вы, к примеру, преследовали бы, занимаясь, ну вот, скажем, любимым делом, да? Вот. То есть да, места работают хорошо, но как-то вот эмоционально вас это не вдохновляет, как мне видится и как мне кажется. Хотя, понятное дело, что могу ошибаться. Вы восприняли болезненно то, что случилось все или между вами и вашим руководителям. Вот. Возможно, вас задело то, что человек вас, как вам, ну, как вам, может быть, кажется, принизил, да? Вот. И, в общем-то, это, конечно, может быть, крайне тяжело вам как-то вот воспринимать. Вот. Хотя, хотя тут варианты могут быть самые разные. Лично мне, лично мне кажется, что в целом у вас присутствует вот какая-то такая, знаете, подавленность, что ли, вот, в целом. Вот. А мы что? У вас, вы живете с мамой. Сорок лет, да? Вот. У вас, как бы, нет мужчины, нет детей, нет своей семьи. Вы привязаны, условно говоря, к нам. Вот. И, наверное, глубинная проблема в этом. Глобальная глубинная проблема заключается в этом. А не в том, что, ну, что вы не можете, так, заново устроиться на работу, к примеру. Все-таки это немножко разные вещи. Ну, давайте, давайте исследуем ваш текст. Вы пишите, а уже год как, э, как быть, если уже год как уволилась с работы? Смотрите. Инна, Инна, а что происходит? Вы спрашиваете, как быть, как быть, если уже год как уволилась с работы, да? И дальше вы начинаете свою историю. То есть, вы не заостряете внимание на том, что, э, как быть, вы не заостряете внимание на том, чтобы выйти из своего вот состояния, да? Вы на это внимание не заостряете, вы больше не заостряете внимание на том, чтобы рассказать свою историю, выговориться. Это неплохо. То, что вам хочется выговориться, это неплохо. Совсем неплохо. Но, э, это не даёт ощущение, что вы готовы, что вы хотите, что вы готовы, э, ну, реально решать проблему, как быть. Опять же, вопрос. А почему вы не знаете, как быть? То есть, э, вот, всё здесь для вас, грубо говоря, сложно, что вы, вот, не знаете, как вам быть. Вы не доверяете себе или что, да? То есть, это вот такой, достаточно важный момент, на мой взгляд, на который вам нужно обратить своё внимание. Дальше. Значит, на прежнее место начальник привёл своего пожилого родственника, мне предложил другое место работы. нам предполагалось больше работать за эту же зарплату и добираться вечером к проблемам. Ну, здесь, мне кажется, с одной стороны, не совсем понятно, какие у вас отношения вообще с родственниками, с руководителем, простите. Ну вот, это первое. Второе, ну, нужно выбирать, нужно выбирать, либо вы работаете, вот, либо вы ищете комфорт. Мне кажется, что, если вам нужны деньги, опять же, если вам серьёзно нужны деньги, то выбор очевиден. Если деньги не серьёзные, то, ну да, в таком случае, да, конечно, как бы, можно обратить внимание на то, что проблема выбирать до какого-то метра. В целом, я думаю, примерно такой ответ можно вам дать. Эм, так, дальше. Дальше. Эх, так. Я увылилась, сама работа мне нравилась, много проблем с руководством. Короче, ушла расстроена. А, проблемы с руководством, ну, проблемы с руководством у вас какие? И, там, что, что-то не очень, не очень, не очень понятно. Вот. Понимаете? Это очень важный момент на самом деле. Вот. Дальше. Эм, значит, ушла расстроена? Подписывай. Эм, расстроена чем? 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 Расстроена? Ну, конкретно. Вот. Дальше. Теперь год дома и почти перестала выходить куда-то. Днями дома, мама пожилая постоянно уговаривает, чтобы я ей помогала, но понимаю, что работать надо, а не ходить возле пожилой мамы. Ну, во-первых, работать это в том случае, если вам хочется. Вот. Понимаете? Отлично. Эм, чего вы, эм, сами хотите. Ну, именно, хотите, что вам, ну, самой нужно, чем вы сам сами нуждаете. Дальше, эм, в итоге, за год я замкнул себе, предоставил ходить и общаться с другом. Ну, здесь опять же есть ощущение, что вам самой, как будто, не надо ничего, как будто вы не нуждаетесь ни в чем. Или, как будто, вы все себе подавили. То есть, это, такая вот, эм, ну, такое депрессивное достаточно состояние. Вот. Может быть, вам имел бы смысл и к врачу обратиться, но, в целом, это такое достаточно депрессивное состояние. Возраст сорок лет не очень заберу, что я сама не соглашаюсь на услуги труда. Ну, опять же, это проблема связанная с выбором, если вы не определились, что вам нужно. В итоге, уже нет желания вообще не с кем общаться и выходить за дверь. Я представляю работодатель, с которым надо общаться, и супер. Ну, здесь я бы с целями работал, надо, кстати, определить цели. Зачем, для чего, и так далее. И все проблемы работодатель. То есть, ну, то есть, ну, и все супер. Это страх, это что-то другое. Ничего не хочется вообще. У меня было много мест работы, сюда без проблем. Страивался. Часть как прилипла. К думу, не могу, не хочу работать. Хотя бы денег тоже не вариант. Не знаю, что мне делать, как себя заставить или не заставлять уже. Потому что, надо выбраться в теме, чего вы хотите, конкретно. Вот. И это вообще, если вы хотите. Вот. Так, это, знаете, можно очень долго, монадолго просто в этом копать. Вот. Понимаете? Такая штука. Копать и безразличие, как болото затягивает. Ну, тут нужно смотреть. Если серьезно, то красиво. А если не очень серьезно, то психотерапия, психотерапия вам поможет. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи.